Привет, любители экспериментов! Ну что, продолжаем знакомиться с новинками второго генезиса? Поехали! Сегодня мы с тобой познакомимся с манекеном для брони инвентаря, с дополнительным боеприпасом патронов и с такой вот бомбой. Наконец-то глина стала кому-то снова нужна, ее никогда никто не собирал, а тут нормально, ну что, давай поехали! Итак, манекен. Штука очень прикольная, штука очень классная, ну и штука в принципе полезная, я думаю со временем народ ей будет пользоваться. Ну хотя, по крайней мере на сегодняшний день, на дату выхода этого ролика, манекены стоят далеко не у всех и никто как-то не может к ним привыкнуть. Все по привычке лезут в сейфы. По габаритам он примерно такой же как сейф, ну плюс-минус. В принципе их можно ставить в обе стороны и они будут как сейф. Ну хотя, да нет, учитывая, что тут эта часть выпирает один в один как сейф, только чуть пошире. Итак, здесь все просто. На Е подбежал, одел, подбежал, снял, подбежал, снял, подбежал, одел. Все просто. Причем у него есть три варианта, ну наверное загрузки. То, что одето на тебе, то одевается автоматом на манекен. То, что у тебя в слоте быстрого доступа, переходит вот в эти вот клеточки быстрого доступа, видишь, выше манекена. А то, что у тебя в инвентаре, падает в инвентарь манекена. Вот как бы так. Ну и в принципе все это вот так вот на одну клавишу берешь и на одну клавишу можешь положить. Если у тебя, соответственно, только все в инвентаре, то ты ложишь в инвентарь манекена. Видишь? Ну и быстро вот так вот все это меняешь. То есть можно реально менять киты. И тратить на это секунду времени. Очень прикольная игрушка. Ну и еще здесь можно брать как бы все. Ну я не знаю, зачем мне здесь нужен DPS. Ну как бы все-таки много тестеров. Может быть мало ли кто-то захочет потестить. Так что он проверяет примерно тебе дает твой DPS. И ты можешь взять, можешь отдельно как бы брать разные вещи. То есть ты можешь взять чисто все, что одето на манекене. Ты можешь взять только то, что у тебя в слоте быстрого доступа. И то, что у тебя в инвентаре. Ну и можно вот такие вот разные позы менять. Это тоже очень прикольно. Ну здесь в принципе я думаю все как в таксидермии. Плюс, сейчас я тебе покажу. Плюс можно сменить пол с мужского на женский и соответственно с женского на мужской. Но на данный момент, когда я записываю этот ролик, видишь немножко все это лагает. То есть когда меняешь пол, по крайней мере у меня вся броня пропала. Она удалилась, она добавилась, она удалилась, она добавилась. В итоге ее не было нигде, ни в манекене, ни в инвентаре моего персонажа. Так что будьте аккуратнее. Вот видишь, ни там, ни там. То есть абсолютно все пропало. Куда пропало, непонятно. Ну и плюс ты можешь сделать полностью свой прототип, прототип своего персонажа. Хоп. Прикольно. То есть так же все как и было в таксидермии. Полностью прототип твой персонажа, который учитывает твой рост, твои параметры. Ну абсолютно твой персонаж. Так же можешь давать ему разные позы. Ну и все работает точно так же. Просто куча таких настроек. Видал? Ха, выглядит прикольно. Ну и соответственно он будет использоваться вот так вот. Бежишь, бежишь, бежишь. Хоп. Допустим, пвп. Не так. Вот так. Хоп. Побежал дальше. Вот это вот очень прикольно. Это очень прикольно и очень быстро. Но опять же, это как показывает практика на сегодняшний день в виде игрушки. То есть это новшество, еще не оценили, к нему еще не привыкли. Точно так же как и в фармить на страйдерах. Вроде бы он все автоматом перекидывает к тебе в детикейт. Неважно где ты там находишься. Допустим, формишь элемент, перекидываешь в детикейт. Но ты его не видишь. Ну да ладно, это потом. Давай перейдем к AmmoBox. К коробке с боеприпасами. Итак, у нас в данном случае два типа боеприпасов. Давай поставим две турки. Сейчас посмотрим, потестируем. Ну опять же, тестировать как бы полноценными тестами я это назвать не могу. Потому что постоянно выходят какие-то патчи. Там я не знаю, но это буквально через день выходят патчи. И разработчики очень многое фиксят, очень многое поправляют, переделывают, доделывают. Ну здесь что нужно знать, что я думаю не изменится. То есть выбираешь загрузку турелей. Насколько с этого ящика с боеприпасами будут загружаться турки. То есть там 100%, 50%, 75%, 25%. Ставишь турки. И видишь, у турки идет таймер. Соответственно, коммуникация между туркой и этим боксом происходит один раз в минуту. Один раз в минуту он перезаряжает. И соответственно его настройкам он заряжает то количество патронов, тот процент, который ты установил. И очень удобные такие индикаторы. То есть ты видишь, какие типы патронов у тебя лежат в боксе. И возле турки ты видишь опять же, сколько у тебя патронов в турке, сколько у тебя патронов в боксе. Ну и опять же, задаешь просто параметры. В принципе, можно даже подсчитать с помощью простой математики. Тут ничего сложного нет. Обычные вычисления. Ты подсчитываешь примерно, сколько у тебя там за минуту, грубо говоря, выстреливает турка. И чтобы за минуту бокс пополнял эту турку. Ну, как-то так. Чтобы, допустим, если турки бахнут, к примеру, их не могли там залутать. Чтобы там, грубо говоря, оказался минимум патронов или минимум элемента. Ну и вот так вот все показано. Все доступно. Все классно. Все здорово. Не надо париться. Не знаю. Мне это обновление нравится. Очень, очень облегчает качество жизни, так сказать. Ну и шарды, соответственно. Он показывает, сколько шартов там, сколько здесь. Итак. Максимум 300 слотов. То есть больше 300 слотов ты в этот амбокс погрузить не можешь. Хорошо. Хоть не сделали, блин, бесконечно. Итак. Небольшой прикол. Это, опять же, я углубляться в это не буду. Потому что это, скорее всего, будет пофиксено. То есть, смотри. Я ставлю их два. И я их могу поставить три, четыре, пять. Сколько угодно. Видишь? То есть, у них нет ограничения по радиусу, как, допустим, у того же инкубатора. У инкубатора ограничения по радиусу есть. И смотри. Заправляем. Итак, здесь у нас 40 тысяч. Здесь у нас 291 тысяча. Теперь смотрим. Не считает. Смотри. Не считает. А теперь смотри. Считает. То есть, по идее, эти питаются от этого аммобокса, а вот этот ряд уже питается от того аммобокса, либо от обоих. Но здесь я, опять же, я ничего толком, вот в данном случае никаких багов я не тестировал, потому что здесь будет все на 10 раз пофиксено. Но, по крайней мере, она считает. То есть, я могу, как бы, расположить 10 аммобоксов, и все нормально? Так что ли? Ну, не знаю. Ну, и давай перейдем к еще одной штуке. Кстати, ее уже успели пофиксить. Но, правда, не сильно. Итак, стреляет она вот такими вот патронами, на которые, наконец-то, нужна глина. Наконец-то, глина куда-то годится. Ну, особо, как бы, глину никто никогда не использует. Так, давай посмотрим примерный радиус. Ну, не максимальный, но хотя бы вот такой вот, выше среднего. Нормально. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, ну-ка, насколько далеко он улетел. Ну, ну, неплохо. Ну, отнюдь. Расстояние хорошее. Хм, можно стрелять еще дальше. Офигеть. Так, давай еще попробуем. Так, ну, структуры, можно сказать, что практически не дамажит. Ну, точнее, дамажит, но этот дамаг особо, короче, ни о чем. Ну, смотри, я тут накидал примерно так, чтобы не сильно дамажить, а... Ну, чтобы поджигать. Видишь, она горит, и... Как бы урон идет только от огня. Урон больше не идет от попаданий. Теперь давай посмотрим урон от попадания и от большого огня. Так, смотрим. Так, ну, видишь, да? Вообще никакого урона нет. Ну, как бы, там, пятерка этой роль никакой не играет. Теперь смотри. Урон идет гораздо быстрее. Но, опять же, урона от попадания больше нет. Есть почему-то урон от горения. Хотя это как бы металлическая структура. Ну, вот пока на сегодняшний день так. Ну, и смотри, очень прикольно и красиво все это выглядит. В воздухе. Так, ну, давай, перейдем к следующему тесту. Ну, ты, наверное, знаешь, что на больших официальных серверах, на так называемых бегах, ХП у порося 200 тысяч. Плюс-минус. И... Ну, в нашем случае это 10 тысяч и небольшое такое средненькое седло. Итак. Когда вышел Генезис, сразу после выхода второй части Генезис, сразу после выхода вот этих вот катапульт, они контрили поросей. И контрили очень хорошо. Они убивали наездника. То есть, ну, дамаг, да, естественно, дамаг по поросю шел, но они еще убивали наездника, который сидел вот так вот в боксе на поросе. И это была очень крутая тема. Причем действовал это только на порося. Давай посмотрим, что же происходит сейчас. Ну, когда я в него сажусь, дамаг есть. Потому что я уже как бы пробежал по огню, и... Ну, я сел в горящего порося. То есть здесь, опять же, как все это будет, нужно тестировать. На локалке я этого как бы затестить не могу, поэтому в будущем я... Кстати, да, в будущем, в будущих обзорах... Я смотрю, мои обзоры очень зашли, и после этих обзоров я планирую выпустить уже серию нормальных обзоров вместе с моими эпизодами выживания. То есть я вернусь на официальные сервера, а именно на конквесты. И я попробую сделать серию гайдов именно после всех обновлений, после всех фиксов. И как это обстоит, ну, на самом деле, как это все используется на практике, как это все работает, что как работает, что не работает, что пофиксили в лучшую сторону, что там убрали в худшую, что... О, короче, полноценный именно ПВП-обзор. Скоро на моем канале. Ну и здесь, смотри, опять же, продолжаем тему каунтеров. Здесь ничего не изменилось. Что было до фикса, что после фикса. То есть всадника на Газбаксе, на Стеге, огонь не дамажил. Ну, раньше дамажил только на поросе. Сейчас, опять же, я углубляться в эти тесты не буду. Пофиксили и пофиксили. Ну, давай, просто вот посмотрим, теперь в таком же стиле. Не дамажим. Ну, опять же, то есть... Нужно, так сказать, дать разработчикам немного времени, чтобы они привели игру к какому-то балансу. Потому что на сегодняшний день Ноглин не детектится турками. То есть турки не стреляют в Ноглин. И Ноглин может делать все, что хочешь. Ну и последний обзор. Ну, это совсем короткий обзор на вот эту вот Т-канистру. Вещь очень прикольная. Заменит ли она еду по рецептам? Я думаю, нет. По крайней мере, на официальных серверах я думаю, нет. Все как пользовались рецептами, так и будут. Да, она дает тебе неплохой баф. Она дает баф. Она переключается, во-первых, вот так вот между жарой и холодом. Ну, естественно, после переключения ты должен ее заново наполнить. Но она дает баф. Она дает баф против там холода, против жары. Короче, просто до комфортной игры. Пока, скажем так. Опять же, что здесь изменится, я точно сказать не могу. Ну, а на сегодня это все. Ждем серии трушных обзоров после фиксов. С вами Болкип Геймс. До следующей встречи. Пока. Продолжение следует.